В отношении Сигала Павла Абрамовича 5 июня 1954 года рождения уроженцы города Винниска, Винниска, в области Украинской Федерации, гражданин Российской Федерации, в случае мирования возведенного, имеющего двоих малоречных детей, 2005-2007 года рождения, работающего президентом, управляющего компанией Центра микрофинансирования, зарегистрированного по адресу Республика Татарстан, город Казань, ранее не судимого подозреваемого в совершении преступления предусмотренного частью 4 статьи 159 Украинской Федерации, заслушав доклад судья Олинкина и пояснение подозреваемого Сигала и защитника Керсанова по поводу в апелляционные жалобы, поддержавших эти поводы, мнение следователя Серебрякова, полагавшего необходимое восстановление суда оставить без изменения, и прокурора Тимошенко, полагавшего возможным изменить меру пресечения на домашний арест или залог, руководствуясь статьями 389 со значком 13, 20 и 28 УПК РФ суд апелляционной инстанции постановил постановление Тверского районного суда города Москвы от 22 ноября 2013 года, в котором по 14 января 2014 года включительно избрана мера пресечения или заключения под стражей в отношении подозреваемого Сигала Павла Акратовича оставить без изменения апелляционную жалобу защитника адвоката Керсанова без удовлетворения. Апелляционное постановление может быть обжаловано в пресеченную инстанцию Московского городского суда в течение одного года со дня вступления в постановление в законную силу, то есть со дня его по возглашению. Подозреваемым вам понятно содержание консультивального решения, порядок получения и выходки и порядок его обжалования? Да, понятно. Защита, вам понятны эти положения? Следователи, вам понятны эти положения? Судебное заседание закрыто. Вне всякого сомнения решение суда и апелляционной инстанции будет обжаловано, потому что невзирая на позицию защиты, невзирая на позицию гособвинения, высказанную прокурором, суд на рост для принял решение, которое не соответствует действующему законодательству. И не то, что не увидел поводов и причин изменить Павлу Сигалу меру пресечения. Как следует из материала дела, и, собственно, это же мнение высказывает прокурор, в деле нет ни одного основания для того, чтобы держать ее на цену. И вот именно это станет предметом инстанционного взаимодействия. Ну, основной и главный аргумент заключается в том, что все-таки деятельность, которую Павла Сигалу пытается обвинять, является деятельность предпринимателя. Он является соучредителем коммерческих компаний, которые участвовали в договорных отношениях. Именно эти договорные отношения обвиняются следствием для него. Соответственно, из действующего закона, все обвиняемое в совершении, в том числе и мошенничество, не может содержаться под стражей, если это преступление было совершено в сфере предпринимательства. То есть, вот это основной, это правоигойника. Остальное, как то, состояние здоровья, наличие малолетних детей, наличие матери-инвалида, положительные характеристики Павла Сигала, его общественно-активная позиция, это всего лишь некое дополнение. Но фундаментально законом заложено прямой запрет избирать человеку меру пресечения в виде заключения под стражей, если он обвиняется в преступлении в области предпринимателя. Суть, к сожалению, к нашим долгам остался в порядке. Независимость от России, да? Независимость от России. А вы будете оставаться единственным адвокатом по-прежнему, потому что Алексей отстранил? Не могу сказать, это вопрос к Павлу Сигалу. Завтра может появиться еще 3, 5, 10. Хорошо, спасибо. Спасибо.